Из-за некоторых неточных формулировок, которые существуют в законе про висковый обовязок, произошла такая ситуация, что в тех административных территориальных единицах Украины, в которых не существует военных комиссариатов, ну, например, есть три района какой-нибудь области, военный комиссариат на три района, органы местного самоуправления делают вид, что вопросы призыва их не касаются. Ввиду этого мной от имени фракции «Народный фронт» был внесен законопроект, который уточняет закон про военные обовязки и висковую службу, по которому местные органы власти обязаны содействовать военкоматы в вопросах организации призыва призывников, то есть рассылки повесток, помощи во всех видах работы военкоматов. Это закон технический, прошу поддержать его в первом чтении, если будут замечания, предложения коллег во втором чтении доработаем. Это буквально изменение нескольких фраз закона, целью уточнения для повышения в конечном итоге качества работы военкоматов и взаимодействия с органами местного самоуправления. Еще раз повторяю, дело рук защиты, безопасности нашей страны, дело рук всего украинского народа. И никто не должен отлинивать от него. Когда Российская Федерация начала против нас широкомасштабную оружие агрессию, сначала в Крыму, потом на Сходе Украины, и напоминаю, что в тот момент мы встретили эту агрессию фактически обезброенными. Обезброенными не только с точки зрения отсутствия бояздатных частин, обезброенными и с точки зрения отсутствия адекватных типов систем зброи, а обезброенными и с точки зрения наших мобилизаційных возможностей. На тот момент фактически система мобилизації в Украине тоже была снищена, много військоматов, деякие министры, реформаторы, навіть продали в приватні руки, и саму технологию першої хвилі мобилизації ми зіштовкнулися з колоссальними проблемами. Цей закон покликаний удосконалити систему мобилизації. Нагадаю, що у нас зараз створена нова система, я надеюсь, что сегодня мы проголосуем закон про электронный реєстр військовозобовязанных, и в рамках цієї системы мы просто покращиваем систему випадку, не дай Бог, широкопоштабной мобилизації, работе військоматів по призыву першої хвилі резерву и призывникам, если это будет необходимо. Продолжение следует...